Всем привет! И на Блэк Рашу вышло новогоднее обновление, где добавили новый зимний Блэк Пауз, а также новогодний ивент. Зайдя в игру, я сразу же загружаю свою машину и еду на ивент. А его, кстати, сделали на горе, там же, где был хэллоуинский ивент. Приехал я, в общем, на этот ивент, и сейчас заценим, что здесь вообще есть. Из мини-игр есть Ледовое падение, Война дедов, Снежная гонка, Ледяной побег и последняя пятая игра, это Снежная схватка. Но, как я понял, доступны нам всего три игры, так как Ледовое падение пока что недоступно, а в Войну дедов зайти нельзя. В общем, я зашел в игру Снежная гонка, и она мне прям понравилась, потому что здесь сделали очень большую карту для гонок этих. Здесь много всяких трамплинов и крутых поворотов, ускорений. Вот, и плюсом ко всему, даже если ты проиграешь и не приедешь первым, тебе в конце все равно дадут подарок. Насчет елки ее тоже очень сильно изменили, и теперь доступны подарки обычные и легендарные за тысячу блоккоинов. И здесь можно прокачивать елку до 50 уровня, и подарки здесь реально очень дорогие. Зашел я в игру Ледяной побег, и это чем-то похоже на побег из темницы, который был на Хэллоуин. Здесь тоже нужно паркурить, но я сразу же упал и проиграл. Мне дали 500 рублей. Затем я зашел в игру Снежная схватка, и эта игра очень похожа на игру Война дедов, в которую я играл в прошлом году, когда был Новый год, эта игра тоже была. И в общем-то различия здесь только такие, что в битве дедов нужно было красть подарки из елки и нести к себе в сани, и в игры Деда Мороза, там, красные или синие, у кого будет больше подарков в конце игры. А здесь нужно просто стреляться, и у кого больше киллов, тот и выиграл. И вот наша команда выиграла, и каждый из нашей команды получил по 7 тысячу одному подарку. И вот я пришел к елке, чтобы открыть этот подарок, и здесь мне выпало 2750 рублей. Также сделали какой-то зимний тир, я сюда подхожу, и здесь можно поиграть как в одиночку, так и с другом. Я выбрал в одиночку, так играть мне не с кем. Стоимость 1000 рублей, и мы сразу появляемся в каком-то мире, где никого нету, и здесь идет таймер, после того, как он проходит, мы можем покидаться снежками во всяких там едущих животных. Можно попадать в снеговика и получать 2 балла. Если вы попадете в гринча, тогда получите 5 баллов, но в оленя попадать нельзя, потому что если вы попадете в оленя, тогда у вас отнимут 2 балла. В общем, хоть я и выбрал играть в одиночку, но мне как-то автоматически выбрался противник. Возможно, это бот, но, возможно, и настоящий игрок. И, в общем-то, я его успешно выиграл и получил 5000 рублей. Также недалеко от входа стоит эльф, у которого можно все узнать, и у него есть какая-то мини-игра «Гонка за подарками», которую я отметил. И, как оказалось, нужно было подбежать вот к какому-то месту, где стоял какой-то челик Артур. Итак, вот меня подключают к игре, и здесь проигрывается такая же анимка, какая проигрывается при входе в игру «Снежные гонки». Здесь также такая же карта, и отличие только в том, что мы играем здесь в одиночку, и всё, что здесь нужно сделать, это за 3 минуты не только доехать до финиша, но и по дороге собрать как минимум 7 из 10 подарков, которые разбросаны по всей этой карте гоночной. В общем, выиграть мне, к сожалению, не удалось, и я собрал всего 4 подарка. В общем, потом я поиграл, шоу здесь во всякие мини-игры, в тир, пооткрывал подарки у ёлки. Вот, вы сами можете видеть, что отсюда выпадает. В общем, тема эта классная, особенно для новичков, и здесь можно легко и быстро поднять много денег. И вот, поиграв ещё, я накопил целых 9 подарков, и сейчас я буду их всех открывать. И давайте же к этому приступим, нажимаем «Открыть», и нам выпадает сначала 10 тысяч, это очень даже неплохо, 2750, 500 рублей, ну, такое себе. Тут нам выпадает аж 30 тысяч, и ещё и энергия для ёлки, ещё энергия, ещё деньги. В общем, как вы поняли, здесь может выпасть либо просто деньги, либо энергия и деньги. Вот всякие такие плюшки мне тут выпадают. Короче, вот я открыл все подарки, и я накопил почти 10 тысяч энергии. Давайте же прокачаем ёлку. Вот таким вот образом это всё легко происходит. Просто нажимаем «Улучшить», нужно 3 раза улучшить для того, чтобы повысить уровень ёлки. Вот, и энергии мне хватило до 10 уровня. В реварде можно посмотреть, что вообще с этой ёлки мне дали. В основном там падли деньги, но, как вы видите, также у меня есть випка и какой-то аксуар, деревянный посох. И давайте же его сейчас примерим, как он вообще будет выглядеть. Сейчас я всё настрою и покажу. В общем, я не знаю, как его правильно настраивать. То ли в руку, то ли на спину, то ли вот так вот в бок. Но я настроил вот так вот, чтобы было более-менее видно. И как-то так вот у меня получилось. Вот такой аксессуарчик. И думаю... Думаю, неплохо. И в следующей серии я буду проходить квестовую линию этого ивента. Ну а пока что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok